Здравствуйте, мои дорогие! Чего не избежать? Точно, не избежать в скором времени. Чего не избежать? Будем смотреть. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Встреча какая-то будет. Встреча с человеком не с очень хорошими энергиями относительно вас. Но эта встреча нужна. Кто это? С кем эта встреча? Так, что-то относительно документов. Может быть так. С кем эта встреча? Тут какой-то этап закончился. Знаете, договор закончился. Дальше неизвестно что. Нужно встретиться. Этот вопрос что? Тут как-то мужчина задействован. Что это значит? Он может побороться за тебя. Он может принести удачу. Так, смотрите, тут светлая сторона появляется. Тут какой-то человек может вам помочь. Но это какой-то мужчина. Из тупика выйти. Знаете, как-то обмануть правосудие. Ну, здесь может быть действительно обмануть правосудие. Он знает что-то. Знает, как обвести, как обойти эту сторону. Вот так. Вам предстоит встреча со сложным человеком. Закона может быть. Может быть закона. Ну, или по правосудию, когда вам необходимо... Тут еще бумаги выходили. Подписывать какой-то договор. Либо закончился какой-то договор. И здесь столкновение вот с правосудием идет. Ну, как-то интересно получается. На моменте, когда ты не знаешь, что делать, появляется мужчина. Такой выходит из заката. Говорит, спокойно, скоро рассвет, и я тебе помогу. Он знает что-то. Выход из тупика идет. Да, очень сильно и мощно поможет. Неизбежно. Это неизбежно. И помощь неизбежна. Стабильность. Возможно, что-то касательно действительно стабильности вашей дома. Жилища. Работы. Либо. Мужчина при власти. Или какие-то есть знакомства в структурах власти. Он берет на себя максимальное количество работы в этом. Будет как лошадь. Еще на дне карты деньги выходят. Ну, это какой-то такой вам прям... Подарок такой идет. Заслуженный. Сюда еще нужно что-то знать. Сюда. Здесь еще нужно что-то знать. Вам нужно единственное знать, что все здесь будет решено. Все будет хорошо. Если что-то вам кажется неразрешимым... Хочется сказать, да, обращайтесь к этому человеку. Он поможет. Попытки людей, которые вам хотели что-то сделать, да, пытаться вас в водовороте втянуть. Бесплодные. Это ваши соперники. Это ваши соперники. Да, сплетни, соперничества. Их высшие силы закуют в кандалы и не дадут больше проявляться. Вам предупреждение во сне, пожалуйста. Было дано. Предупреждение дано во сне. Так, смотрите. Тут по карте влюбленные идет ситуация, когда мужчина вас, я так понимаю, очень сильно поддерживает, потому что вы, ну, как его родная душа. Вот так. Хорошо. Идем дальше. Ну что ж, продолжаем. Так интересно про этого человека узнать, кто этот мужчина. Давайте веточки развивать. Также тоже интересно спрашивать, смотреть. Неизбежно вдруг раз, и мужчина какой-то... Давайте спросим. Что это? Какого человека имели в виду? Так. Смотрим на этого мужчину, который вдруг вам поможет в чем-то, с какими-то проблемами, с проблемами, возможно, с бумагами, документами, да, решением каких-то проблем. Кто? Кто он? Кто он? Кто он? Кто он? Ой, ну смотрите, девочки, здесь такая... Здесь такая проблема идет, что этот человек вас любит, но здесь треугольник. Вот так. И он вам поможет. Так что... Вот так здесь. А, скорее всего, помощь его придет особенно тогда, вот он прям захочет вам быть полезным, когда вы разочаруетесь в том, что что-то можно изменить. Это отношение, это проблема. Здесь еще много завистников в ваших, в вашей связи. Очень много. Но тут мужчина очень в таких энергиях, знаете, достойных. Слон, медведь. В достойных энергиях. Перед вами открывает буквально, как старается открывать все двери. Он как ключик. Вы знаете, вот он у вас в жизни появился, все, у вас появился некий ключ, который открывает все двери. Ай-яй-яй, интересно как. Тут какая-то интересная информация о том, что человек в будущем, что он нацелен на семью. И это энергии будущего, это энергии перемен, построений, отношений очень стабильных, чистых, светлых, душевных. Что-то умрет и что-то родится. Что-то заново расцветет. Вот так. Тут могут отношения сойти на нет, пройти трансформацию мощнейшую. И либо останетесь вы с ним, либо вы выйдете все равно в счастье. Вот так. Ну, подтверждение дается в карта Кливера. Это тоже неизбежно, нам бы не дали эту информацию. Правда ведь? Угу. Пока что разбитое сердце. Тут будет такой сюжет, я вижу, когда на встрече вы сможете либо поговорить, либо как-то взглядом дать понять о том, что пора что-то менять. То есть, человек, естественно, будет в обиде, захочет как-то возобновить, да, то есть тут захочет проявить себя с хорошей стороны. Но вы будете неприступна, вы будете тверды в своем решении каком-то. Вы для него главная женщина. Вы говорите, что... Я вижу этот разговор, вы говорите, я разрушаюсь в таких отношениях. Давай что-то менять. Я вижу свою цель, я знаю, чего я хочу. Но сейчас, для меня странно, цель моя смазалась. Я ее не чувствую. Я не привыкла так, скажите, я привыкла видеть цель и получать то, что я хочу. Возможно, это будет действительно как написано. Но тут в любом случае по письму это когда уже, ну, что написано, да, то есть то не вырубишь, как там говорят. Вы скажете, что бесплодные надежды мне надоели, я это отсекаю от себя. Вот так все будет. Ну, смотрите, в любом случае вы идете в новое, вы вот голышом топаете по желто-блокитному полю и понимаете, что вы под охраной Бога. Вы просто знаете, что вы делаете шаг, вот как будто бы вам страшно расставаться, я так понимаю. Вот это карта смерти. Но вы делаете шаг под присмотром духов рода, под присмотром высших сил, не бойтесь ничего. Конечно, не бойтесь. Вы делаете шаг в счастье, и там есть помощники. Помощник даже дьявола вам в этот момент, представляете? А куда ему деваться? Он разгонять будет змей, который вокруг вас. Он будет предупреждать о том, что осторожно, змея, осторожно, змея под копытами лошади. Дай время, пройдет время. Вот так. Все, то, что неизбежно, мы посмотрели, потому что потом, как гром и молния, что-то будет происходить. Это уже, наверное, что-то дальше нам расскажут. Хорошо, нет, стоп. А почему нет? Давайте посмотрим, что неизбежного в этих отношениях еще. Раз нас сюда завели, какому-то мужчину, веточка привела. Давайте развивать. Зачем нам резать, да, рубать? Что еще неизбежного в этих отношениях нас ждет? Борьба за вас. Да, за вас. Тут мужчина борется. Возрождение ждет. Возрождение ждет. Мужчина будет возрождать эту любовь. Лекарство от всех бед. Он не хочет вас отпускать. Для чего это все? К чему это приведет? Что неизбежно я? Или это не неизбежно? Так, тут соперница есть какая-то, которую выметут. Для чего? Для того, чтобы ушла какая-то женщина из жизни мужчины. Это вот как-то его сторону показывает. То есть это его интересы сейчас отстаивают высшие силы. Для вашего развития. Потому что вы тут выбираете, когда мужчина разберется со своими проблемами, вы уже будете на стадии выбора. Он или другой. Вот так вот. Понятно, появляется соперник. Вот это красота. Смотрите, что делается. Соперник, соперница. Он выметает соперницу. А вы выбираете в этот момент, потому что у него появляется соперник. Вот это будет неизбежно. Вы пока не понимаете, о чем вещь, да? Но тут будут огромные перемены, поверьте. Огромные перемены. Здесь что-то надо нам еще знать. Здесь еще надо знать нам. Царевна. Ну, пока вы как сидите, как царевна лягушка, ждете стрелу. Может, что делать? А вот, царевна лягушка в ожидании. Женщина. Вот такая вот вы, красотка. Вы строите сейчас свое будущее. Именно момент вот такого бездействия, казалось бы, заводит в действие не одного мужчину, а нескольких даже вокруг вас. Вы выстраиваете спокойно и достойно свое будущее. У вас какое-то определенное действительно вот видение вашей жизни, и оно настолько ценно для вас, что вы не готовы на какие-то второстепенные роли. Ни на что не готовы такого. Ну, и что? Вот и прекрасная легкость. И прекрасная, достойная, легкая жизнь вам светит. Но к ней нужно идти все-таки в гору. Солнце. Но тут все равно, вы под защитой высших сил. Вы знаете, что любое ваше действие, которое вы делаете осознанно, защищает Бог. Вот так. Хорошо, это неизбежно. Давайте еще что-то. Я думаю, что здесь мы уже разобрали по запчастям. Естественно, в раскладах будет еще встречаться подобное. То есть вы будете узнавать больше и больше. Ну, сейчас еще я хочу посмотреть новую веточку давайте еще посмотрим. Почему нет? Так. Ну что? Что еще неизбежно будет? Этого не избежать. Что еще? Сбор урожая. Отсекать будете. Очень много змей вокруг вас. Которые заставляют вас сомневаться в себе. Так. Вы будете убирать что-то, убирать из своей жизни, отсекать. Это неизбежно. Вы будете отсекать что-то. Ну, по дьяволу, возможно, что-то, куда вы, как говорится, вляпались. Но будете выходить отсюда. Потому что вы ругаете сама себя. Вы, у вас, ну, эта змея больше здесь показывает на мудрость. Да. Да, здесь показывают и людей, которые там начинают как-то вам жалить. И где-то они правы. Потому что у вас просыпается ваша личная мудрость. Ваша личная мудрость. Вы не хотите вот так вот прожить всю жизнь вот в этом самобичевании. Потому что идёшь на поводу туда, куда дьявол зовёт. А дьявол что? Его работа искушать. Вот и всё. Но ты будешь отсекать это. Ещё и защиту какую-то себе придумаешь от этого. Ну, защита, знаете, как? Это когда опыт, да? То есть попробовала раз горячий, очень горячий кипяток, например. А второй раз не будешь так. Что сюда ещё нам нужно знать? А тебе сразу же высшие силы дают какой-то подарок. Да. Ты ещё в обидах сидишь, а тебе подарок дают. Ну, тут видите как, под дьяволом выпадает треугольник. Ух ты. Да, ты залезла уже до какой-то крайней точки. Да, открыла этот ящик под дурой. Ты что-то знаешь. Что это? Там, как оказалось, твоё исцеление. Ты настолько познаешь себя вот в этих, вот в этом всём. Тут треугольник, в принципе, может указывать реально на отношения в треугольнике. Закрываешь ты этот треугольник, познав что-то, вот какую-то истину, просто истину какую-то познаешь. И на этом скажешь стоп. Стоп. Я выстраивала что-то очень. Да, ты поймёшь, тебе будет обидно это оставлять, конечно же, потому что ты что-то уже простроила, где-то какие-то планы у тебя были. Но ты вот эту башню будешь разрушать, закрывать, по крайней мере. Опять солнышко выходит. Правильно делаешь. Всё правильно. Всё правильно. Дальше, знаешь, будет очень интересно. Ты как будто бы стоишь, и у тебя очень много дорог, по которым можно идти. Но у тебя за плечами есть особые знания, которые только тебе одной ведомой. Только ты видела, что там в этом ящике Пандоры. И это оказалось страшно, да, но лекарство от всех абсолютно твоих проблем. Какой-то очень особый опыт. Что ещё здесь необходимо знать? Твоё бездействие порождает вулкан действий. И опять показываю, да, ты главнее становишься в своём бездействии. Я тут вижу, что тут какие-то отношения, в которых ты чем меньше бежишь к твоему мужчине, тем ты ценнее, тем к тебе больше страсти, тем он больше делает. И тем яснее у тебя дорога, тем яснее у тебя в голове. Ты понимаешь больше. Ты понимаешь, что какие-то отношения для тебя сейчас, в данный момент, они абсолютно беспочвенные, бесплодные. Да и беспочвенные тоже. Ты когда что-то увидишь, что-то узнаешь, ясность какая-то придёт. Это может быть, кстати, по ящику Пандоры, ты реально что-то узнаешь о человеке, либо он тебе что-то расскажет. Тебя разозлит, что сразу не сказал. Может, что-то связанное с бесплодием, может быть. Может быть, потому что здесь вот вулкан, да, выброс. И бесплодие, может быть. Соперница какая-то вмешивается. Ну, это всё подстёгивает к тому, всё идёт к тому, что тебе всё-таки колечко предлагают, я вижу. Да, интересно как. Сама соперница на тебя действительно точит зуб. Ты её как увидишь, тебе откроется эта ситуация. Ну, у тебя от этого ни хуже, ни лучше. Ты просто будешь это знать. Это даже как-то больше тебя ведёт к твоему счастью, к тому, что ты хочешь. Да, мужчина, кольцо, движение какое-то. Тут, в принципе, поездка, может быть, даже. Мужчина отказывается, видите, от этой женщины. Он говорит, я лучше буду один, чем с ней. Эгоист. Эгоизм. Там будет рассорка. Так, хорошо. Ну, любовь побеждает девочки, что могу сказать. Карта марионетки была вторая, но здесь побеждает любовь. Две семёрочки вместе, видите. Тут хочется всё-таки, может быть, что-то высшая сила нам подсказку хотят дать. Какое-то наставление. Это что такое? Почему это идёт? Пожалуйста, говорят вам, высшие силы. Тут держать надо что-то в секрете. О какой-то игре предупреждают сейчас. Игра с правосудием закончена. Выходит на свет. Оживают отношения. Движутся за солнышком. У вас, знаете как, у вас мог скрипеть эрус. Но потом две души как бы поняли, что... Это вообще второстепенно. Я вижу, что вас как будто высшие силы ограждают. Вот просто эти отношения под защитой какой-то, тучками закрывают. Именно вас, вашу пару. Кто-то о вас... Кто-то о вас разносит информацию всё-таки. Какая-то женщина борется ещё, разочарованная за эти отношения. Она как паучок. Она может следить, она может что-то делать и что-то делать с бумагами. Я тут вижу, знаете что? Она что-то уничтожает какой-то договор. Или просвечивает его, что-то такое идёт. Разочаровалась. Или разочарование ждёт. Немножко копаем туда, где ещё такая, знаете, какая-то странная сырая почва. Ничего там не видно. Вам повезёт, царевна лягушка. Вам на руку какая-то ссора. Да, вот, то есть, мужчина как-то будет на руку какая-то ссора. Вы можете вести себя, как, знаете, как оторва. Вот, реальная оторва. Вам всё равно везёт. Вам всё равно везёт. Вот так говорят. Смотрите, вот, любимая фраза, которую я говорю уже, ну, если я, вот, брать Ютуб с самого начала. Везёт тому, кто везёт. Я уже слышала её в Ютубе. Ну, я её услышала когда-то от одного очень мудрого человека. Ещё давно-давно-давно-давно-давно. Вот, и здесь, смотрите, вам говорю, везёт, и тут лошадь. Везёт. Лошадь везёт. Вы уже и так вывезли. Вы время дали этим отношениям столько, сколько нужно. И вышли. Эта лошадь ваша, да, которая везла, привела вас в сад. Стало легче. Испокойнее. Вы работали. Вы натрудились. Вы получили то, что нужно. Это ваша заслуга. Вам открывают те двери, которые необходимы. Вы, как рыбка в воде. То есть вы в своём водоёме. Дерево. Ну что ж. Союз да любовь. Здесь. Так, хорошо. Это кому нужно. Дальше. Что ещё? Ещё хотим посмотреть. Ещё. Давайте ещё какое-то неизбежное что-то всё-таки глянем. Я знаю, что вы у меня любите смотреть длинные расклады. Если не любим, то в принципе можно ж не смотреть. Но я знаю, что вы любите длинные расклады. Я буду смотреть ещё. Что неизбежное будет? Что ещё неизбежное? Третий раз эта карта выпадает. Расставание будет какое-то. Вы всё-таки берёте. Но здесь в хорошем смысле. Вы любите сильно себя. И поэтому из-за вашего здорового эгоизма вы начинаете расставание. Лучше быть одной. И вам это принесёт какое-то спокойствие. То есть вы захотите просто-напросто залечь на дно. Что это такое? Духи рода вас поддерживают. Они просто вот как-то вас охраняют. Я вижу. Помогают выметать всё ненужное и возрождаться. То есть вы что-то отсекаете от себя. И тут опять говорят, да, отсекаете. Но тут как расставание из-за здорового эгоизма. Человек, от которого вы идёте, он тоже будет как отшельник. Поверьте. Да, вы отворачиваетесь друг от друга. Но вы... Видите, он к вам руку тянет. Он оставляет за собой какую-то ниточку. Хочет оставить, да? То есть, вернее, ниточка вас, его связывает с вами. А вы пытаетесь оборвать её. Так интересно, смотрите. Видите, как ниточка-то. Всё равно есть. Вам легче становится. Духи рода, Бог на вашей стороне. Здесь опять говорят об этом. Вы и так тут слишком потрудились. Вы правильно всё делаете, говорят вам. Но опять же, дно колоды показывает. Вы люблённые. Если нужно... Если это ваш человек... Вот помните эту утрированную фразу? Если это мой человек, он к тебе придёт. Ну всё. Ты сделала максимально. Тут работа проделана уже непочатый край. Было. Сделала, да? Непочатый край, наверное, ещё. Ну, ты уже сделала своё дело, да? То есть, якорь. Ты поставила на этом человеке. Его уже конкретно триггерит на тебя, поэтому... Максимум ты вложила. Всё. Дальше пожинай плоды. Здесь нужно что-то решать. Я так вижу, что тут идёт всё-таки отход. Ты имеешь власть. Ты имеешь власть. Ты сейчас имеешь трон. Либо ты уступаешь этот трон, оставаясь. Либо ты забираешь этот трон. Трон, садясь на него и уходя. Совет сейчас хочу посмотреть здесь. Принимай подарки. Тут есть княгиня и соперница. Ну, соперница, понятно, это ваша какая-то дама. Карта называется соперница. Не очень это интересное слово. Прямо так на ножах же не дерётесь. Нет, посмотрите, это вы. Спокойная и достойная. Знаю, что... Вот как-то так дай время. Не ср... А, смотрите. Тебе предоставится случай. Не делай скоропалительных каких-то действий. Даже вот с этим расставанием. Дождись какого-то случая. Это будет случай подарок. Подарочный какой-то случай. Я не говорю, что там подарок будет. Когда... Когда будет что-то с соперницей связано. Дом, соперница. Чего-то дождаться надо как будто бы. Связано с манипуляциями и беспочвенными какими-то подозрениями, а также бесплодными попытками манипулировать. Масочку она надевает и пытается манипулировать. Вы это прочувствуете. Тут какой-то момент такой будет, когда вы это увидите. Вот до этого, но бездействие. То есть тут надо выдержать время какое-то. С этого момента главное, знаете, как попасть в такт. Тут идёт своя мелодия в этом всём сюжете. И вот попасть в такт. Ты должна попасть в такт. Чтобы одномоментно сделать. Тут показано как, показано что. Да, это связано с мужчиной. Он, конечно, здесь. А почему так вот в таких прям суперпупих энергиях? А ему придётся меняться. Он тогда и понимает, что, ну, я уже понял, да, жизнь. Я уже понял, что нужно меняться, что нужно что-то делать. Вот так. Вы ему просто таким образом покажете, что я понимаю тебя, я тебя, ну, очень сильно понимаю, но ничего сделать не могу. Да, я важная у себя, я главная у себя. И я понимаю, что у тебя сердце разбито, но я у себя главная. Всё. И пауза. Вам это принесёт такая карта, знаете, из-за успешного успеха. Вам это принесёт успех. Успех. Вы сможете тогда просто наблюдать за происходящим. И вот я говорю, что какое-то странное бездействие ваше, казалось бы. Но действие в сторону себя, доверяя себе, поможет именно в этой ситуации. Вот так. Всё, дорогие мои, я чувствую, что здесь всё. И вообще в этом раскладе тоже всё. Буду собирать карты и говорить спасибо. Благодарю за лайки, комментарии, финансовую поддержку. Пускай в разы больше Вселенная вам даёт той самой поддержки, да, которую вы оказываете здесь. Есть другие каналы в описании к этому видео. И, возможно, я, если я не забуду в прикреплённом комментарии, я даю ссылки на другие свои аккаунты. Все мои реквизиты там, в принципе, на другие свои аккаунты в YouTube. Это каналы, которые я развиваю параллельно. Есть украиномовный контент, украиномовные каналы, где надпотушнейшие видео для твоего разведка. Ну, что ж. Буду прощаться с вами. Всего доброго. Пока-пока.